МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...пославить покров ледяной перед непосредственно опорами этого моста и тем самым снизить давление. Соответственно, после этого лед в этом месте уже будет сам водой подтачиваться и степенно уходить. То есть ледяных заторов здесь больше не предвидится. Подготовительная работа отнимает чуть больше часа. Сначала на расстоянии 50 метров с двух сторон опора моста специалисты бурят лунки. Каждый около метра в глубину. Затем с помощью подручных средств в скважину помещают взрывчатку. У нас в настоящее время в области два таких затороопасных участка, которые, если лед двинется, то может привлечь к таким глобальным затоплением. Это вот здесь, около села Сара, в Сурском районе, и непосредственно в селе рабочего поселка Новоспаска на реке Созранка. Одним подрывом 30 лунок измывает в воздух. Взрывная волна обычно достигает 300 метров в высоту. Но прежде предупредительный хлопок, чтобы распугать обитателей водоема. И лед тронулся. Мощность подрывов в тротилмаковаленте составляет порядка 40 килограммов. Такое минимальное количество взрывчатого вещества обеспечивает безопасность для населения жителей села Сара, которая находится в километре от места проведения операции. Ринат Альулова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова